Я могу разговаривать, но теперь можно в живой атмосфере работать. На стойке тряпочки сейчас 11 лет, по-моему, можно пробку купить. Они начинаются вот тоже как мама. Что-то там еще не смывать нечего, но очищать лицо. Сумма моя, облица, спасибо большое за идею. Мы очень не доросли, нам только сегодня день. Уже эфиром нас услышали. Все, все, могу начинать. С пакетиками. Микрофон не будет. Залоночный может. Так, Лабакар Висим. Добрый вечер, дорогие девочки. Скажите, пожалуйста, пока звук есть или нет звука. Отлично. У меня очень мало зарядки. Поэтому я... и проблемы немножко с телефоном. Поэтому я постараюсь очень быстро все рассказать и показать. Добрый вечер всем еще раз. Сегодня 18 июля. И моя главная задача сегодня вам представить новости на 30 неделе. Напоминаю, что мы в Теприваре живем по бизнес-неделям, по бизнес-календарю. И наши акции всегда считаются неделями. И заказы мы принимаем всегда по неделям, вне зависимости от того, в какой день недели вы его сдали. Все равно все заказы суммируются. В понедельник рано утром подводится итог недели. Неделя закрывается, и мы переходим в новую. Сегодня понедельник, и мы переходим в 30 неделю. И в 18.30 по латвийскому времени, по балтийскому времени, я имею право представить вам новую программу. Поэтому до половины у меня есть как раз еще немного времени для того, чтобы собрались все желающие посмотреть эти новости. И, конечно, я обещала представить два рецепта, которые меня потрясли. Вот. Мне казалось, мне всегда кажется, что меня уже невозможно в Теприваре чем-то удивить. Но, тем не менее, удивляюсь все равно каждую неделю. Вот, например, вы знаете, что я запустила такой, как вызов для себя, который я назвала пресс-кукер everyday. Скороварка для микроволновки, которой я сейчас как бы себя заставляю пользоваться именно каждый день для того, чтобы вам показывать новые идеи. В реальной жизни я пользуюсь пресс-кукером, наверное, ну, наверное, раз в неделю точно. Я чаще использую микро-про-гриль, чаще использую микро-кук. И как бы третий, наверное, по степени используемость использования, это пресс-кукер, это скороварка для микроволновки. Сейчас опаздываю на два дня со своими идеями просто потому, что мы не были дома и просто потому, что мы не успеваем съедать то, что я в нем готовлю. И его официальный объем 3 литра, но допустимый объем приготовления еды 2 литра. Вот, но тот, кто переживает, что может быть мало такого объема, ну вот у меня семья из 4 людей и нам много, мы не съедаем, да. Понятно, что все едят по-разному, тем не менее. Идея, которую я буду публиковать за субботу, это паста, паста болоньезы, соусом болоньез, приготовленная в пресс-кукере. Значит, смотрите, Айя меня заставляет говорить пресс-кукер, мне так не нравится почему-то говорить, я все равно буду говорить пресс-кукер или скороварка для микроволновки. Значит, что я сделала? Я сняла это отдельным фильмом, я его смонтирую, чуть попозже поставлю, но настолько все, настолько все примитивно просто. Нужна пачка, ну где-то 200-300 граммов немного фарша. Фарш должен быть хороший, да. Лучше, конечно, если вы взяли кусок мяса и сами прокрутили, понимая, что нет времени, берите просто говяжий хороший фарш, лук в чопере или как хотите. Понятно, что дальше специи, паприка сухая, чили, вот как вы обычно готовили бы болоньез. Все это перемешивается, я это перемешивала с крепком пластиковым, мне очень нравится и фарша, творог и тесто им перемешивать, розовый наш квадратный. И это все перемешала. Сверху высыпала пенне, макарошки пенне из твердых сортов пшеницы, хорошего качества. Можно ракушки с ракушками, тоже будет очень здорово. Пенне это просто форма такая, да. Вот, и дальше взяла помидоры цедагос в собственном соку. Если бы они у меня были целикового вида, я бы их измельчила в экстрашефе, но у меня попались помидоры, которые уже были порезаны на кусочки, поэтому еще проще, еще легче. Вылила сюда всю эту банку консервированных томатов и добавила немножко воды, потому что там, где есть крупы, каши, вот все то, что забирает воду, понятно, что без воды вы ни в кастрюле не сварите, ни макароны, ни перловку, ни рис. Да, нужна вода обязательно, поэтому добавила воды, но я по ощущениям делаю, увидите, может быть, в видеоролике. Вот, поставила это все на мощность 1000 на 25 минут, и тададам, тадам, тадам, через 25 минут паста была готова, шикарно приготовилась. Она была аль денте, мы попробовали первую партию, мне пришлось уехать в магазин. По делам я оставила сдуру под крышкой, а под крышкой он, конечно же, доготавливает, поэтому вот сейчас в таком виде он у меня доготовился. Поэтому немножко привыкните к этому рецепту, те, кто любят аль денте, откройте крышку, а те, кто любят более приготовленный, тогда можете оставить. Но это точно так же, как на плите, да, наша вся посуда, она доготавливает. Вот, феноменально здорово получилось, я пребываю в экстазе, в восторге, знаете почему? Потому что вот эта вот паста баланьеза, это одно из немногих блюд, которые едят мои дети и всегда на него согласны. Карбонара и баланьеза. Но, если я обычно готовлю это на сковороде, нужно порезать лук, его потомить. Спасибо тебе за идею. Если задержишься, я тебе чего-нибудь подарю. Блин, давай в следующий раз, я тебе и должник. Мне очень понравилась идея, спасибо большое. Значит, обычно мы готовим это, лук обжарили, добавили фарш, обжарили, помешали, добавили помидоры. Отдельно варятся макароны в микроволновке, либо на плите. То есть, у меня работают две комфорки, плюс работает вытяжка, потому что это все парит, жарит и пахнет, да, и нужно это все, нужно это все как бы держать под контролем. Вот почему потрясла идея, потому что бух, кнопку нажали и все, я пошла дальше работать. Я это готовила в офисе на рабочем месте. Вот, очень круто получилось. В ней же можно хранить, в ней же можно потом и аккуратненько разогреть. Я разогреваю без крышки. Я прикрываю чем-нибудь сверху, но нет смысла еще раз под давлением это готовить, оно переготовится. Вот, очень здорово. Ну, прям в восторге. Это была одна идея. Юр, посмотри, пожалуйста, у меня не сел телефон. А то я тут разговариваю, разговариваю, а может быть уж. Ага, не сел. Отлично. Так, кому понравилась идея... Следующая... Еще не могу рассказывать, мне голову отрежут. Еще три минуты, не имею права. Значит, кому понравилась идея избавления вот от этой вот невероятной нашей необходимости стоять у плиты, напишите, пожалуйста, плюсик или спасибо, или еще что-нибудь. На английском языке у меня есть эта идея, этот рецепт. Я его прикреплю в комментарии. Эта идея не моя, я ее подсмотрела опять-таки в той волшебной группе, где тысячи фанатов нашего пресс-шикукера. Вот, следующая идея, которую я хотела вам показать, поделиться. Идея тоже не моя. Идею нашла моя коллега из Литвы Эгле. И, конечно же, ее сразу повторила, сказала, что очень вкусно, очень здорово. Вы знаете, что сейчас многие подростки, фанаты... Ну, фанаты сладкого, понятно, но фанаты вот арео, да, и мороженое с арео, и само по себе печенье арео, и так далее, и так далее. Так вот, спасибо Эгле за идею. Я ее тоже приготовила, но немножко в другом виде. Почему? Потому что у меня сегодня опять-таки особенный день. Сегодня день рождения у моей дочери. Ей исполняется 9 лет, и, собственно, этот торт приготовлен для нее. Я не буду сейчас выкладывать этот торт, потому что мы едем дальше праздновать на пикник, и я должна взять его с собой. Да, я надеюсь, что все меня поймут, и те, кто смотрит меня, и мои эфиры, как правило, в Туперваре уже не первый день, поэтому могут себе представить. Это первый момент, а второй момент я постараюсь заснять отдельным видеофильмом, как это будет выглядеть. Значит, идею подсмотрела у Эгле. Основа этого торта – это маскарпоне, сахарная пудра, взбитые сливки и измельченные в экстра-шефе печенье Орео. Из этого всего вымешивается общая масса, добавляется растопленный желатин. Эта основа выглядит вот таким вот образом. Вот, да, у меня здесь она в крышечке от желейной формы. Вот, когда схватился уже этот слой в холодильнике или в морозилке, тогда готовится основа, как у чизкейка из измельченных, опять-таки, печенюшек Орео измельчаются в экстра-шефе, и добавляется растопленное сливочное масло, и как у чизкейка выкладывается вот эта вот основа. Значит, у меня здесь желейная форма. Желейная форма у меня закрыта крышкой отдельной, для того, чтобы получился торт большего объема, и вот такой вот, как цветочек он будет, да, залит полностью. А эта вставочка от желейной формы, вот она, и она тоже залита этим кремом. Кто смотрел у Эгла идею, то от Эгла ингредиентов я их умножила на два, да, и здесь как бы двойная доза, двойная порция всего этого счастья. Значит, что я сделаю, я возьму с собой этот торт в сумке-холодильнике, когда мы доедем, я выложу, ну, переверну этот торт, это будет один ярус, и затем я переверну эту часть, вот, я вам покажу, кто хочет повернить сейчас голову, да, торт будет выглядеть вот так. Что я сделаю дальше, я возьму с собой свою волшебную коробочку, у меня уже все собрано на самом деле, потому что мы не всегда знаем, какие акции нам пришлют, да, и какие образцы придется собирать, вот, мы едем сегодня отмечать день рождения, поэтому у меня здесь уже подготовлены печенье Орео для декорации, циферка 9, здесь еще у меня есть разные бусинки, есть фейерверк, свечка, я декорирую этим всем тортик, и у меня будет домашний, хороший, свежий торт, приготовленный моими руками, и торт будет у меня двухъярусный, и торт будет не тяжелый, он будет очень легкий, и из тех ингредиентов, которые едят современные дети. Все, теперь я имею полное право приступать к презентации этой всей программы. Юр, посмотри, пожалуйста, не сел ли телефон. Фу, выдыхаю, все хорошо, спасибо за терпение, за внимание. Итак, акции выглядят таким образом. На 30-й неделе, когда вы заказали изделие из каталога или из программы специальных предложений, из основной нашей программы специальных предложений, для того, чтобы, может быть, было нагляднее и понятнее, скажу, что вот из этого буклета, да, каталог или этот буклет, когда у вас есть заказ на 50 евро, тогда вы можете воспользоваться этими предложениями. Здесь их очень много, их более 30, мне кажется. Мы не все образцы смогли достать, приношу свои извинения, просто потому что экстренная информация, да. И вы можете заказать по одному изделию на каждые 50 евро вашего основного заказа. Надеюсь, это понятно. 50 евро есть из каталога или из специальных предложений, буклета. Тогда берете себе одну такую, одну такую, одну такую, одну такую. Теперь, что вы можете взять? Как сказала уже, 30 примерно наименований. У меня стоит не все, но я акцентирую вот то, что я рекомендую брать, и что действительно хорошие скидки. Дешевле стоят эти изделия, чем, например, у нас они время от времени появляются в распродажах даже. Поэтому обращайте, пожалуйста, внимание. Значит, первое самое вкусное предложение. Снова, видимо, не все на заводе раскупили. Это картофельный ящик. Цена его полная 44,50. Вы можете заказать за 24,50. Просто напомню, что в зависимости от того, как вы его поставите, он меняет объем. Больше или меньше. Следующее предложение, которое мне очень нравится и для меня самое здесь привлекательное, это подставка для кухонных инструментов. В каталоге она стоит 17,50. Сейчас она в акции стоит 11,50. И если вы собираете вот эту коллекцию кухонных наших инструментов, сейчас успели купить венчики, например, там лопатки силиконовые, то очень удобно эту подставку использовать. Также мне очень нравится, и вы, наверное, видели, что во многих роликах она у нас очень долго жила вот там в углу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Есть? Раз, два. Ничего не трогали. Раз, два, три. В прошлый раз у кого-то была проблема. Включили и не было звука у кого-то. Посмотри, что пишет. Написали, звук пропал. Нету? У меня есть. У меня есть. Отлично. Значит, Amanda Junior три положения, три толщины может быть. И у нее здесь резинка, так что она немножко как бы фиксируется на столешнице, когда вот чуть-чуть надо поработать. И, кстати, видите, как эту подставочку тоже можно использовать. Тоже моя вам маленькая хитрость. Маленький такой, как лайфхак. А еще, кстати, не показала в прошлый раз, но идея, когда жара настанет у нас, наконец, холодный суп, можно брать с собой на работу в нашем термосе для еды. Это очень хорошая идея. Пожалуйста, пользуйтесь. Да, особенно те, у кого на работе нет холодильников. Так, следующее предложение – это емкость для вкусняшек, для зефирок и булочек и всего прочего. 11,50 будет стоить в одно нажатие, в одно касание. В одно нажатие такая будет, такой вариант будет емкости, либо с Микки Маусами за 8,50, чуть поменьше, будет коробочка. Дальше, например, еще вкусные предложения, хорошие. Это сервировочный центр Allegro вместе с крышкой. Цена его будет 15,50. У нас обычно только одна деталь стоила около 20 евро. Здесь вместе с крышкой 15,50. Хорошее предложение, да, и как крышку, и как второй центр. Сейчас, когда застолье, летом просто милое дело, и от мух закрываете. Следующее предложение – это два стаканчика с принтами Copacabana, хорошие, классные, с коктейльной трубочкой можно использовать. Очень удобно. Следующее – это любимочка для всех. Чаша самбо объемом 1,1 литра всего за 4,90. Не бывает вообще таких цен. Следующее предложение – это тарелки Aloha, которые являются либо глубокая и неглубокая, либо же она является крышкой для глубокой тарелки. Очень хорошая, на пикники с собой тоже можно здорово брать. Каталоги стоят 18,50. Сейчас есть возможность заказать за 10,50. Следующее предложение – это равиольница. Нет образца. Давно не было в продаже. Будет стоить 18,90. Обычно она была около 30. Знаете, будем когда рассматривать тему экономии и так же. Так вот, имея равиольницу, вы можете экономить. Можете впрок заготавливать равиоли пельмени и будет вам и экономия, и счастье. Следующее предложение – это формочка для вырезания путербродов из сэндвичей, из белого хлеба. Очень удобно. Или из блинчиков. Тоже очень удобно. В форме двух рыбок. Они были не так давно, но сейчас цена будет поприятнее. Всего 3,90. Следующее предложение. Опять-таки нет образца. Это такой просеиватель-распылитель белый с голубым серии Bake to Basic. Я рекомендую всегда его использовать для сахарной пудры и крахмала. Он не для муки. Он для всего того, чем вы будете посыпать. Вот, например, какие-то свои десерты, торты. И для какао тоже. Следующее предложение. Это силиконовая форма яйца. Из 6 таких половинок яйца можете делать. Любой десерт заливаете, любой салат составляете. И у вас получается яйцо. Следующее предложение. Это M-Press. Для разных батончиков, беточков, рыбных палочек и всего прочего. Смотреть надо полную презентацию, что за изделие. Но изделие интересное. Цена его будет 23,90. И еще также есть в предложениях. Проходите спокойно. Я не могу сказать, что это изделие. 6-литровая чаша за 24,90. Чаша объемом 2,1 литра. 13,90. И выбираете оранжевая крышка или розовая крышка. 2 спейсмейкера объемом 350 миллилитров. Цена будет 9,50. Еще дешевле, чем у нас в распродаже они были. Следующее предложение. Вот такая маленькая малышка. Знаю, что у нас есть девочки, которые любят эти миниатюрные размеры. 250 миллилитров всего объема. Цена будет 3,90. Вот розового цвета. Следующее предложение. Это уже вкусное предложение. Покажу вам. Потому что уже собираю с собой сумку-холодильник на пикник. Вот она у меня здесь. Здесь и стаканчики. И столовые приборы есть. Где тут у меня столовые приборы. Вот такие беру с собой. Их нет в акции. Они просто в распродаже есть. Вот эта серия Клир. Объем 1,62. Цена будет 10,90. Ну вот покажу, чтобы мы ягоды с собой уже помыли. Уже разложили. Собрали и берем. И тарелки. Вот такие тоже в этих предложениях есть. 19,90. Четыре штучки разного цвета. Если в вашей семье 4 человека, то каждый себе выбирает цвет. И теперь как бы уже от ныне и во веки веков этот цвет принадлежит ему. Берете с собой на пикник и тарелочки, и стаканчики, например. И столовые приборы. Все очень удобно. Все классно и здорово. Это предложение отсюда просто гуляет у меня. И там, и там. Еще хорошее предложение. Это Crystal Wave для разогрева. Crystal Wave для разогрева. Уходят у нас образцы постоянно. Потому, простите, не буду. Это единственный образец, который я не развернула. Crystal Wave большой для разогрева. И очень удобный. Он двухлитровый. Видите, в моем масштабе тело. Вот такой. Удобен для тех, кто покупает еду. Например, там, не могу сети называть. Но идете в столовую, покупаете еду. И на рабочем месте разогреваете. Либо оставляете своим детям, подросткам или мужу, например. Вот. Но цены такой никогда еще не было. Цена 9,90. Полная цена около 30 евро. Следующее предложение Юра мне дал. И вот оно. 410 мл объемом. Futura, по-моему, назывался этот орнамент. Термобутылка. Это бутылка, которая будет поддерживать температуру. Горячую или холодную. У меня есть видеофильм, где мы в Турцию даже довозили лед в этой бутылке. Долго добирались. Около 16 часов. Но, тем не менее, лед остался льдом. Вот. Имеется такое отверстие, куда вы можете шнурочек привязать. Удобно брать с собой. Ну и когда у нас будет жара, вас эта бутылка будет спасать. Тем, что вода будет там оставаться холодной, например. Ну или же, чтобы не болеть, можно брать с собой теплый чай. И пить теплый ромашковый чай. Для тех, кто много говорит, кстати говоря, тоже полезно пить всегда теплую воду. Поэтому такие бутылки выручают, спасают. Еще одно предложение. И это я из своего холодильника вытащила. Мы вчера готовили плов. Для тех, кто следит, видел, что мы вчера готовили плов во дворе. И вот когда остается большой объем такой еды из котла, вот мы выложили эти остатки сюда. Это изделие, которое называется Vent and Surf. Но это большой Vent and Surf. Изделие для разогрева. И эта серия, у нее немножко по-другому открываются клапаны. Эта серия позволяет и разогревать в микроволновке, и выдерживать заморозку. И она удобна тем, что можно замороженный продукт в ух, потом отправить в микроволновку и разогревать. Простая серия Crystal Wave не выдерживает заморозку. Ее не надо в заморозку ставить. Это главное отличие. И у нее такой крепкий, надежный материал. Чуть повыше температуру выдерживает. Так, чаша Allegra объемом полтора литра. Такого зеленого цвета, да. Цена будет 13,50. Горшок для цветов. Я бы сказала, что они даже уличные, эти горшки. У меня на улице они стоят. Штуки, наверное, 4. Для мяты, для лаванды, для... Очень красиво... Для гортензии. И они выдерживают дождь, и вьюгу, и снег. На зиму их не убираем. Специально тестируем. Ничего с ними не происходит, не остановится. Они не бьются. Поэтому, опять-таки, вы вкладываете деньги в топливары. Но это вложение на долгие годы. Да, мы не настолько богаты, что покупать дешевые вещи. Лучше один раз купить хорошее изделие от аппервары. И пользоваться им всю жизнь, и наслаждаться. Ничего с ним не произойдет. Ну и, конечно, дома тоже можно использовать. Лучше использовать их как кашпо, для того, чтобы была воздушная прослойка. Ла-ла-ла-ла-ла. Так, мне кажется, я все сказала. Есть еще вот такая надувная подушка для тех, кто, например, летит. Можно в самолете надуть себе и на такой подушке спать. Для тех, кто путешествует. Для тех, кто на пляже любит с комфортом отдыхать. Ну и для маленьких деток тоже как балабство. Как, знаете, можно и просто перекидывать ее, играть. Она просто очень приятного качества и с логотипом тупервара. Цена ее будет 8,50. Так, проверяю, все ли я проговорила. Нет, не все. Есть еще одно изделие. Нет у меня образца. К сожалению, вот знаете, как без бумажки говорят, ты кое-кто. Но и без образца мы в туперваре тоже. Не пойми кто. Вот, видите, мы пользуемся этой серией. Это серия тоже компактных емкостей. Но они круглые. По картинкам не всегда бывает видно. По картинкам вот эти чашки, эти, они могут выглядеть одинаково. На самом деле, на самом деле кругленькая, цилиндрической формы. И объем такой баночки будет 200 мл. Цена 3,90. И вот они тоже хороши для маленьких объемов чего-нибудь. Но учитесь правильно закрывать их крышку. У них здесь есть такие выступы. И на крышке выступы. И надо стыковать вот это вот все для того, чтобы она закрывалась плотно и не доставляла вам дискомфорта. Кто этого не знает, тот закрывает ее криво. И она не настолько хорошо, ну, как бы это некомфортно. И люди не понимают, в чем дело. Надо просто попасть в пазики. И чаще всего ей пользуются, знаете, у нас есть из этой серии для спагетти. Шикарное изделие. Почему-то на витрине нет у нас, Юра, для спагетти. Да, этим не можешь дать. Я спагетницу очень люблю, потому что у нее внутри стоит такой разделитель. На одну порцию пасты или на две порции. Но одна девочка говорит, Лена, у меня в семье три человека. Как же мне трех людей накормить? Думаю, божечки мои, куда мы катимся? Да, какое у нас образование прекрасное. Как к одному прибавить два? Вот. Вот такая вот малышка будет в оригинале. Вот правильный образец. 200 миллилитров, цена 3,90. Так, сказала, 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 сказала. Кто молодец? Я молодец. Я вроде бы все сказала, но не сказала. Одно предложение оставила его на десерт. Это мое любимое предложение. После этого, 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 вот этого, вот этого, вот этого. И вот этого, и вот этого. Сегодня у моего ребенка день рождения. И здесь есть чудесный комплект. Цена его 29,90. Комплект в коробке. Маленький венчик, маленькая мисочка. И маленькая форма король. Я всегда пропагандирую, что учите детей готовить. Они у вас могут быть безгранично талантливыми, петь, плясать, быть там какими-то там спортсменами, музыкантами и всем прочим. Но если они не будут уметь готовить, то, ну, как бы когда-нибудь они останутся голодными. И как бы это основная потребность человека быть сытым, да, поспать и поесть. Поэтому нужно любого человека, вот в базисную основу его сознания закладывать навыки приготовления еды. И вот если вам нужно поздравить ребенка от трех лет и выше, и старше, подарите такой комплект. И пусть он побуждает у него мотивацию учиться готовить. Там маленький венчик, который любят даже наши взрослые девочки. Любые омлеты, какие-то яичницы, какое-то минимальное тесто закрутить он сможет. А если еще и выльет в эту форму силиконовую, у него получится шедевр. И когда у детей получаются своими руками блюда, это, конечно, вызывает восторг, азарт и желание готовить дальше. Поэтому пусть умеет готовить. Мы молчим, да, о том, что современные уже девушки не очень-то любят готовить. Я тоже не люблю готовить. Но готовить приходится. Поэтому можно готовить редко, но уметь готовить нужно. Вот все. Занудная лекция подошла к концу. Домашнее задание будет для вас, для всех попробовать в пресс-кукере приготовить пасту баланьес на десерт. Вот домашнее задание приготовить с использованием желейной формы торт Орео. Ну и, конечно, бегите скорее, открывайте программу и заказывайте изделия, потому что изделия, как обычно, ограничены. Здесь есть везде предупреждение, пока изделия есть на складе. По одному изделию на каждые 50 евро можно заказывать. Ну вот и все, дорогие друзья. До новых встреч. Не пока-пока. Дорогие мои консультанты и постоянно зарегистрированные клиенты в дистрибьюции Ригаленд. Я вас очень люблю, я вас очень ценю. Вы моя семья, такая большая, большая, дружная семья. И когда в моей маленькой семье праздник, тогда хочется делиться и с остальными праздниками. Поэтому на прошлой неделе я обещала подарок за свой день рождения тому, кто в комментариях напишет кое-что. И эти подарки мы уже готовим и уже начинаем складывать в ваши коробки с заказами. На этой неделе, на 30-й неделе, каждый 9-й заказ мы пометим восклицательным знаком, и вы получаете подарок от моего ребенка, который также имеет отношение к Тапперваре. Вы часто можете видеть ее в видеофильмах. Вот, каждый 9-й заказ получает подарок от Марии. А вот теперь действительно все. Спасибо вам. Я желаю вам прекрасной недели. Желаю вам летнего настроения. Желаю нам, чтобы наконец-то эти дожди закончились. Вот, до новых встреч. Напоминаю еще также для всех наших консультантов, что есть возможность зарегистрироваться на обучение. Летнее обучение для консультантов. В это воскресенье, 23 июля, мы делаем обучение на русском языке. И 7 августа мы с АИ делаем обучение на латышском языке. Регистрация обязательно, мы должны знать, сколько людей придет, сколько подарков готовить, сколько угощений готовить. Поэтому регистрация обязательно, пишите, пожалуйста, лично, и мы вышлем вам подробности и детали. Вот теперь все. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова